Приветствую вас. Давайте попробуем последовательно разобраться с вашими проблемами, с вашими вопросами и попробуем вам помочь в рамках вашего вопроса. Значит, вы пишите, у меня скопилось очень много обид и проблем, и я не могу их отпустить и жить спокойно. Значит, обиды и проблемы требуются проработать. Из проблем найти выход, проанализировав свои средства, условия, задачи, требования, задачи. И, собственно говоря, саму задачу, то есть правильную постановку цели, да, то есть, понимаете, есть проблемы, ее нужно решить. Чтобы принять решение, нужно проанализировать ваши средства, ваши условия, задачи по решению проблемы и требования. Вот. Это для решения проблем. Значит, чтобы опустить обиды, нужно, первое, понять причину поведения обидчика, то есть, почему человек сделал именно так, а не иначе. Понятно, что обидчик не хотел вас обидеть, то есть, он это сделал, потому что у него проблемы, у него внутренние противоречия, у него дефицит. Там, дефицит, я имею ввиду дефицит различных благ и личностные проблемы. И второе, это понять, почему вас это обидело. Почему вас это задело? Обязательно задевает то, в чем вы сами, сами сомневаетесь. С этим тоже нужно разобраться. Дальше. Соответственно, после работы в двух этих направлениях, по каждой вашей обиде, по каждой вашей проблеме, вы сможете их не отпустить, а перестать воспринимать, как таковые. И они изменят для вас качественные значения. То есть, если вот, например, раньше это было для вас проблемой, то после того, как вы увидели для себя, скажем, путь, или, может быть, несколько путей решения этой проблемы, то как таковой это проблемой быть перестала, ведь правильно, я надеюсь, вы понимаете, что если вы увидите решение проблемы, то как таковой проблемой это быть перестанным. И тогда вы увидите, как говорится, просвет. Тогда вы увидите, как говорится, выход для себя из ситуации. Далее, следующее, что вы пишете. Я, значит, я все время чувствую подвох со стороны близких, потому что они доставляли мне много боли за мою жизнь. Вы чувствуете подвох со стороны близких, то есть вы от них зависимы. Ну, вот как раз, давайте попробуем понять, в чем вы зависимы от своих близких, в чем вы в них нуждаетесь, своих близких, я имею в виду, и, собственно говоря, этот момент обратим вам на благо. То есть, что это, по сути, дело значит? Если вы увидите, от чего и почему вы зависите от своих близких, если вы увидите, почему вы ожидаете от них подвох, из-за чего вы ожидаете от них подвох, то вам, опять же, станет куда проще для себя эту проблему решить. То есть, иными словами вы просто-напросто перестанете воспринимать поведение ваших родных определенным образом, потому что, собственно говоря, вы перестанете в них нуждаться. Вот, собственно, то, что вам нужно сделать. И это необходимо отдельно понимать, что это работа, это работа с вами, это работа с вашими чувствами, это работа с вашими понятиями. И только так можно вам помочь через, я имею в виду, работу с вашими переживаниями, через работу с вашими эмоциями. А другая помощь от психологов, к сожалению, невозможна. Сами вы не справитесь, вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и проработать с ним все свои проблемы. Или взять на вооружение то, что я вам сказал, то есть вот этот принцип понимания обиды и принцип понимания проблемы, и постараться своими силами сделать то, о чем я говорил. Для вас это единственный выход из ситуации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.